Самое рабочее время. Новогодние праздники для театров тяжелые и трудовые будни. Здравствуйте, вы смотрите программу Город Эсс. С вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня директор и актриса театра «Самарская площадь» Наталья Носова. Подводим итоги уходящего 2016 года. Здравствуйте, Наталья Юрьевна. Здравствуйте, Мариана. Ну вот обычно в новогоднюю ночь президент нам говорит, год был трудный, год был сложный. Какой у вас был год у театра «Самарская площадь»? У нас этот год был, я бы так его охарактеризовала. Это был такой хороший, плодотворный, творческий год, рабочий. Такой рабочий. Было немного фестивалей, но мы все-таки съездили в Архангельск 9 мая, именно 9 мая наш театр играл «Красное вино. Победа» и фестиваль международный, присутствовали театры из России, из зарубежных стран. И было приятно, что тогда на всю страну показали именно кадры нашего спектакля. Но немного было фестивалей, меньше, чем в прошлом году, к примеру. Премьера тоже было всего две. Это моноспектакль Геннадия Андреевича Муштакова, которым мы делали к его юбилею. И потом поняли, что это нужно оставлять в репертуаре. «Алмазный мой венец» по произведениям Катаева, Маяковского. И второй спектакль, это такой полотной Евгения Борисовича, над которым мы работали целых 9 месяцев, «Вишневый сад Чехова». Я считаю, что спектакль, ну сейчас уже можно сказать, что спектакль получился, потому что вот уже половина сезона мы его играем на аншлагах дважды в месяц. То есть для классики это хорошо, это очень хорошо, да. Очень хорошая пресса была и даже уже вышла в Страстном бульваре в московском журнале «Союз театральных деятелей». Вышла рецензия очень хорошая. Вот Ольга Игнатьюк. И самарские тоже критики тоже нас похвалили. Но ведь и лауреатами нашей самарской премии «Браво» стали Владимир Иванович. Урожайный год, урожайный год. Кроткая, которая была, мы еще участвовали за прошлый, ну премьера была прошлого сезона. Собрала целый ряд наград после очень успешного выступления в Старой Россе, где взяли лучшие спектакли, лучший режиссур этот Кроткая. Вот в этом году Володя Лоркин получил три награды. Это на Международный театр магии. В номинации «Профессиональный театр» он стал лучшим исполнителем мужской роли. Это на областной театральной музе, на профессиональном конкурсе театральном он взял тоже лучшую мужскую роль. И зрители также признали его лучшим исполнителем мужской роли на городском конкурсе «Браво». Так редко бывает, когда и город, и зрители, и профессиональные жюри, и международные жюри признают. Поэтому вот он полный кавалер в этом году у нас. И сегодня, кстати, он стал у нас мужчиной года. Ну вот хотел как раз спросить, вы к нам с корабля на бал, да? С корабля на бал, да. Я была в доме актера, и сегодня наш район Ленинский, я считаю, его вообще поправлен своим, потому что я и служу в театре, который расположен на территории Ленинского района, и проживаю. Вот мы дали такой старт. Была районная акция «Мужчины года и женщины года». В этом году ее решили объединить в преддверии городского конкурса. И вот Володя стал у нас «Мужчины года». С ума сойти. Да, «Мужчины года» это вообще новое. У нас всего второй год проходит, да. И я уже даже знаю, поскольку я в президиуме «Союза женщин», я знаю, что он выдвинут финал. То есть он станет лауреатом, так немножко открываю секрет, он уже станет лауреатом «Мужчины года» городского округа Самары в этом году. Слушайте, ну такой все-таки, вы говорите, мало фестиваля, но плодовитый год по наградам, да, все-таки тем не менее получился? Да, и что меня особенно порадовало, это номинации молодых наших актрис. Это Катя стала, тоже за кроткую получила, молодая актриса года. Это на профессиональном губерненском конкурсе. И для нашего муниципального театра это впервые то, что молодая актриса получает в этом конкурсе. Это здорово. И Виктория Просферина тоже получила, хотя роль у нее там совсем небольшая, роль второго плана. По сути, кроткая, на профессиональном губерненском конкурсе вот все три актера, участвующие в этом спектакле, все награждены. То есть полный состав спектакля был награжден. И уже, значит, первой ласточкой есть «За Вишневый сад». Это Вероника Агеева, которая недавно у вас была в эфире. Вот она получила, значит, лучшую женскую роль по признанию зрителей. Поэтому очень плодотворный год, я считаю. Слушайте, ну здорово. Но все равно, вот я знаю, что вы артисты такие, вам вот как бы наградили, вы вроде там пять секунд порадовались. И такие, ха, да, все, наградили. И дальше побежали-побежали что-то делать, что-то работать. И вот Евгения Борисовича как раз сегодня-то нет по причине того, что там работа в театре кипит, я знаю. Работа кипит, потому что он у нас отъезжал на лабораторию Льва Додина в Питер. И репетиции приостанавливались. И поэтому, конечно, он приехал, отдохнувший, и впечатление. Очень много спектаклей там посмотрел. Причем не только Льва Додина в Питере. Как раз проходил несколько спектаклей «Золотую маску». Как раз уже номинантов показывали, которые вошли уже в число номинантов этого года. Вот поэтому он приехал весь такой наполненный силами, энергией. Вдохновленный. Да, но и в то же время был перерыв. Вот он трудоголик, это всем известно. И поэтому он сказал, езжай одна на эфир, я не буду репетицировать. Что репетируете? Расскажите, что в театре сейчас происходит. Потому что все это люди, нормальные-то люди к Новому году готовятся. Понимаете, по магазинам ездят, закупаются. А вы все репетируете? Мы все репетируем и играем. Играем, и играем. Сейчас мы репетируем Островского. Правда, хорошо, а счастье лучше. Замечательно. Да, Островский, это уже будет третий спектакль в нашем репертуаре. Первый у нас олигарх по песне «Все коту масленица», который идет уже больше 10 лет. Идет очень успешно. Такой долгожитель. Такой долгожитель. И мы его играем часто, и с удовольствием, и зрители ходят с удовольствием. Мне кажется, уже полтора поколения сменилось зрителей, которые вновь приходят на спектакль в течение 10 лет. И второй спектакль «Богатые невесты», который сейчас мы временно приостановили, потому что будем капитально обновлять с молодым составом. Вот мы уже с Олегом Сергеевым, все-таки уже давно об этом велась речь, и что уже пора уступить место молодым в этом спектакле. Потому что снимать его, ну просто рука не поднимается. Очень красивый спектакль, очень редкий спектакль Островского. Он очень мало где идет. Вот, это, возможно, даже единственный у спектакля о дворянах. Ну не единственный, но такой. Обычно у него купцы действуют. А тут дворяне, любовь чистая такая. Интересный спектакль. Поэтому, конечно, вот с молодыми актерами, я думаю, звучит по-новому. Тем более выросли молодые. И заиграют, конечно. Судя по наградам, выросли. Конечно. И все будет замечательно, и новая кровь, и спектакль станет новым. И вот сейчас, правда, хорошо, а счастье лучше. Очень хорошая пьеса. Настолько актуальная. Настровский вообще, считай, вот сейчас драматург номер один для нашего времени. Так время подошло такое, да? У него ключевое слово – деньги. Ну и любовь. И вот, наверное, может быть, в советское время мы не совсем понимали, как это можно выбирать между любовью и деньгами. Сейчас это очень и очень актуально для молодых девушек в первую очередь. Не потому что молодые девушки стали хуже. Нет, потому что время такое. И поэтому вот… Ну мы знаем, что вот Астровске очень нравятся зрители, действительно. И нам нравится. Мы с удовольствием сейчас… Когда премьеру-то планируете? Планируем к марту, наверное, где театр. К марту уже, да? Да, планируем, да. Созреет ягодка. Да, уже, да. Наталья Юрьевна, хочу поговорить с вами не только о вашей театральной жизни, да, но и о жизни социальной, если так ее можно назвать, потому что театр «Самарская площадь». Ну, один из немногих, кто ведет большую социальную работу, и вы работаете как и с детьми с ограниченными возможностями, так и со взрослым населением с ограниченными возможностями. Даже инвалиды-колясочники могут приехать в театр, и у них есть прекрасная возможность посмотреть спектакль, прикоснуться к культуре, к искусству и к чему-то хорошему. Как в этом году шла эта работа? Потому что всегда она трудная. Я знаю, что она очень трудная, но очень почетная, наверное, да? Ну, даже не то, что почетная. Я думаю, что она такая благородная, вот, потому что... И хочу большое спасибо сказать своим актерам, потому что они работают не просто вот как по разнарядке надо, они работают с очень такой хорошей отдачей. У нас вообще молодежь очень... Ну, вообще все актеры очень такая отзывчивая. И когда говорим, то есть нет никогда... Потому что когда... Ну, бывает, может быть, такое, что когда какая-то социально-общественная нагрузка, то немножко как бы... Мы работаем свое, а тут еще нет. Вот это воспринимается как-то очень-очень тепло и хорошо в нашей труппе. И в этом году мы, собственно, очень так хорошо, плодотворно поработали. Во-первых, благодаря тому, что год российского кино, мы сделали очень хорошую акцию с людьми с ограниченными возможностями, как я люблю больше говорить, с особенными потребностями. Да, тоже вариант. Сделали очень хорошую игровую такую программу «Немое кино». Вот. Пользуясь еще тем, что наше здание 104 года был открыт как один из первых кинематографов, частных кинематографов в Самаре. Мы как-то это приурочили, сделали такое мероприятие «Немое кино» от Чарли Чаплина до Пореченкова. Такое было еще кодовое название, потому что вначале мы делали такой кинопавильон и могли принять участие в съемках «Немого кино», ну, импровизированного, конечно, там, на наши камеры, любой зритель. И вы знаете, так активно мы думали, больше будут дети участвовать. Нет, потому что была смешанная аудитория и дети, и взрослые. Очень много людей вот самого такого же почтенного возраста играли с нашими актерами, вместе с нашими актерами, выходили, импровизировали. Было очень здорово, весело. Даже есть такая идея собрать все эти съемочки и как-нибудь у вас сделать такую передачу. Может быть, даже с «Нембалной» выварили, да, и кого-то пригласить еще с их стороны. Очень хорошее мероприятие было, прям такое душевное. Действительно, получили мы удовлетворение большое, и зрители благодарили очень. И потом у нас было еще мероприятие для детей. А, в этом году мы принимали из набережных Челнов гостей. Как раз об этом хотела сказать, что впервые еще на сцене не только в зрительном зале были дети с ограниченными возможностями или с особенными потребностями. На сцене, которые, вы знаете, дали такой толчок, потому что я знаю, что очень многие подходили из зала, родители или педагоги, которые занимаются с такими детьми, и договаривались перенять опыт, потому что там потрясающий опыт. У них фонд, которые сами зарабатывают приличную сумму денег, и они не просто, у них театр и другие коллективы, они ведут этих детей, они их оперируют. Мне потом рассказали, что вот та девочка, которая играла по эпидлиной чулок, она была прооперирована, ДЦПшница, она теперь ходит и играет, мы все это видели, или что у нее кроме ДЦП было еще сердечко, ей сделали три операции, у нее там была такая проблема. У нас есть небольшой сюжет как раз с этого спектакля «Пепидлиный чулок», который приехал к нам из Набережных Чулок. Давайте посмотрим, вернемся. Вы не знаете, что Кукоямба живет? Может быть, Кукоямба – это болезнь? Рыжие косички, торчащие в разные стороны, и веснушки – образ, знакомый каждому ребенку. Пепи Длинный чулок и ее хулиганский характер с успехом воплотила на сцене актриса школьного возраста Саша Королева. Я играю главную героиню Пепи. Это озорная девочка, она веселит от души людей. Театральная студия «Либерта» – лауреат всероссийских и международных конкурсов. Пепи Длинный чулок – их второй спектакль. Начинался театр всего с нескольких юных актеров, теперь же это полноценная труппа из 27 человек. И, конечно, их поддерживают педагоги, которые выполняют роли костюмеров, гримеров и декораторов. Несмотря на то, что у ребят серьезный медицинский диагноз – детский церебральный паралич, режиссеры не дают им поблажек. Работают маленькие артисты, как взрослые. Никаких послаблений, никакого особого отношения. Все на профессиональном уровне. Естественно, какой-то отбор мы вынуждены проводить по функциональным особенностям ребенка. И именно поэтому у нашего фонда и свой медицинский центр есть. То есть вначале мы им восстанавливаем рефлексы, функции. И только последующим шагом уже идет работа в продолжении дефектологов и логопедов. Идут уже педагоги по актерскому мастерству, по сценической речи, по вокалу и всего остального. Сцена муниципального театра «Самарская площадь» всегда открыта для зрителей, а теперь и актеров с ограниченными возможностями здоровья. Тем более, что благотворительные спектакли помогают детям с инвалидностью поверить в себя и в свои силы. Когда мы предложили вот эти гастроли, привезти детей, которые сами с ДЦП играют в спектакль, и чтобы наши детки посмотрели, наши дети с ограниченной возможностью в «Самарске» посмотрели, мы, конечно же, отозвались на это, потому что я считаю, что это какой-то даже стимул, может быть, у нас что-то подобное организуют. Со спектаклем «Пеппи длинный чулок» маленькие артисты объехали уже всю Россию. В конце ноября их гастроли завершатся, и они приступят к репетициям нового спектакля. Я знала, что у этой девочки было ДЦП, но, оказывается, у нее еще были, вот вы говорите, большие проблемы в сердце, у нее не работал клапан, и была дыра в сердце, через которую функционировала кровь. И вот он зеля сделал и прооперировал у лучших специалистов. Она вообще очень мощный, конечно, человек там зеля. Это трясающая работа. Да, и других она мне говорила, какие операции прошли. Были сидячие все. И они к 18 годам делают из них уже людей с рабочей группой инвалидности. То есть потрясающий опыт, который надо перенимать, который уже перенимают, но по здоровью отдельно. Конечно, такой центр создать в одночасье не получится. Но уже вот на последнее мероприятие для инвалидов ко мне подошли, который буквально недавно к дню инвалидов проходил. У нас, который союз женщин городского округа Самары курировала, патронировала, вот, значит, уже подошла женщина, сказала, что они организовали театр смешанный. Там и дети, и взрослые просили нас помочь там чем-то. Там, может быть, прийти, что-то подсказать, какие-то показы тоже делать. Вот. То есть уже вот тоже создали. Хотя я знаю, что у нас очень много людей этой категории и танцуют, и поют. Мы как-то тоже на их юбилей делали концерт вот именно из артистов, их категории. Слушайте, ну вот театр, к счастью, ваш театр часто бывает в Европе, и там же это давно все... Давно все. Может быть, вот это еще мы так воспринимали. Вот мы это воспринимаем как, ух ты, да, вот такое. А на самом деле вся Европа давным-давно живет именно таким образом, что это люди просто с дополнительными потребностями, это совершенно, да, они инвалиды и... У них, конечно, безбарьерности, да, доступность там совершенно уже идеальная. Начиная от дорог, кончая всех учреждений, вот, но у нас сделаны большие шаги в этом направлении и в стране, и в России, и... Причем за последние годы, да? За последние годы, да, буквально за последние годы вот мы стали первыми из муниципальных учреждений культуродоступными, вот. То есть, несмотря на то, что у нас памятник, особо трогать было нельзя, тем не менее, нашли возможность здесь сделать. Вот. Очень много делается у нас в Самаре. Вот эта программа, она как бы реально работает. Конечно, предстоит еще очень-очень-очень много, потому что мы стали доступными, но нужно еще, чтобы было доступно все, чтобы человек мог выйти, спуститься по лестнице. Значит, добраться, да. Добраться. Вот. Очень много предстоит, но главное хорошо, что об этом они просто уже говорят, а реально делают. И вот реабилитация еще этих людей, я считаю, очень важна, их интеграция в общество. Потому что все знают, что в нашем театре среди зрителей такие люди спокойно всегда сидят у нас. Мы этого не боимся, наоборот, только приветствуем. И даже колясочники у нас достаточно регулярно бывают. Несмотря на то, что зал маленький, и ограниченное количество людей мы можем, колясочников, но тем не менее, есть постоянные зрители среди этой категории. И мы всегда рады. Хочу поговорить с вами еще о муниципальных театрах в целом. Вот, на мой взгляд, последние несколько лет, особенно в Самаре, так у нас эта все тема так кипит, что муниципальные театры выходят как-то на первый план, что ли. То есть для муниципальных театров формируются и организовываются какие-то тоже фестивали, как, допустим, Волготеатральная, это фестиваль муниципальных театров. В других городах, в регионах вы тоже посещаете эти фестивали. И вот эта близость к людям, именно муниципальных театров, она, мне кажется, как-то возросла. И люди больше тянутся, и интерес просыпается, что а вот здесь посмотреть, а здесь, а здесь, а здесь. И посетить, посмотреть как можно большее количество именно городских театров, не академических, да, которые крупные, с большими возможностями и так далее, а именно почувствовать, что ли, вот рукой дотянуться и прикоснуться. Чувствуете ли это вы? Потому что, я знаю, ну, у вас все время аншлаги и зрителей всегда много, но, тем не менее, есть ли такой момент, что новый зритель пошел, другой зритель пошел, больше зрителя? Ну, я думаю даже, что конкурсы, которые в этом году прошли, о которых мы уже с вами говорили, это большой показатель, потому что на профессиональном конкурсе впервые практически все центральные номинации забрали муниципальные театры, мы и еще лучше женское, по-моему, нет. Лучшая мужская, на Браво вы имеете в виду? Нет, не на Браво, на Губернском. На Губернском? Ну, лучшая женская роль, Лариса взяла. Лариса Липунова же лучшую женскую взяла. То есть вот мужская, женская роль, второго плана женская, и молодая актриса, муниципальный театр забрали, да, то есть такие классические, самые центральные номинации. Это говорит само за себя. Что касается фестиваля Волготеатральный, замечательный фестиваль, он пройдет всего третий раз, но он уже стал заметным в России, о нем знают, и заявок много. Единственное, что мое личное мнение о том, что вот такую дифференциацию, муниципальная и не муниципальная, она ни к чему. И на фестивале, когда мы приезжаем в другие города, нет этого. Нет. Это все равно. Да, это все равно. Потому что, может быть, отсюда идет проблема, о которой, вот я с удовольствием скажу, не хотя и обидеть никого, может быть, просто об этом не задумывается. Ведь среди муниципальных актеров нет совсем награжденных. Потому что, получается, что для нас ведомство, наш муниципалитет, и все достойные, я уверена, что и в камерной сцене, также и в других муниципальных театрах, получили какие-то награды от города, от нашей городской думы. Но это прошли десятилетия, пока мы их копили. И мы уже стали, например, я и Владимир Геннадьевич Лоркин, мы уже не дети, так скажем, и стояли у истоков. И мы уже в достаточно зрелом возрасте, только сейчас подаем какие-то заявочки, потому что у нас есть такое ведомство, и на это ушло много-много лет. Ну и потом первые годы не очень серьезно относились к муниципальным театрам. Я надеюсь, что и здесь тоже, и здесь тоже, и Татьяна Викторовна Шестопалова это вам способствует, я надеюсь, что и здесь тоже вот это неравенство с годами сотрется, и все-таки наши актеры будут получать звания и заслуженных, и народных областей, что все-таки квота на нас будет увеличена, вот, и, соответственно, России. Ну, это было бы одно. Мне кажется, что к этому идет. Я считаю, что это заслужено. Потому что столько всяких наград и международных, и российских вы получаете по всему миру. Да, у нас вот, в общем, столько Евгений Борисович, который три года там назад получил заслуженного в России, вот, а все остальные, только если уже приходили со званиями. Такая же история в камерной сцене. Только вот у них Метельца, который уже со званием пришел к ним в театр, а там даже и руководителя еще пока не имеет, и остальные актеры, кто и столько стоял, и молодые. И то же самое у нас. Ну, я могу назвать несколько фамилий, которым уже давно пора. Уже, да. Давно пора. Ну, народно, понимаете, как говорят некоторые, что то, что там государство, это понятно, но зритель голосует и рублем, и ногами, правильно же? Уже давным-давно все народно. Ну, потом нас как бы оценивали и на российских фестивалях, и на международных фестивалях. Заканчивается 2016 год, но сезон не заканчивается, правильно? Вы же сезонами. Мы сезонами. Вы не годами. Но тем не менее. Есть какая-то возможность подвести некоторые итоги, да, наверное, за именно 2016 год, не сезон, а год. Что можно еще отметить? Может быть, что-то порадовало вас очень сильно или огорчило? Какие-то такие вот... Ну, я же сказала, порадовало. Меня очень порадовало то, что молодые актеры у нас продвигаются, что их стали знать, их фамилии знают, что их любят, что их отмечают. Вот это очень радует, потому что, значит, у театра есть будущее, и не только те, кто стояли у истоков, и молодежь действительно у нас хорошая, талантливая. Вот это меня действительно очень порадовало. Я сказала, что был такой хороший, очень рабочий, профессиональный год, такой, может быть, не очень много фестиваля, не очень много премьер, зато все качественно, хорошо, и, так сказать, мы делаем такой вдох перед юбилейным годом, потому что 17-й год, нам 30 лет. Юбилейный год. Я думаю, что будет много интересного, да, напридумываете чего-нибудь, надеемся. Ну, надеюсь. Чтобы все было здорово. Надеюсь. Ну, и небольшая просьба, все-таки поздравить вашего зрителя, нашего зрителя, вот на свою камеру, поздравить самарцев с Новым годом, с наступающим. Всех с удовольствием. Поздравляю с наступающим Новым годом. 16-й год был у нас непростой, год високосный, мы знаем, что вот даже в масштабах страны были у нас очень такие серьезные и такие потери, уходили хорошие, великие люди, но этот год уже подходит к концу, и, тем не менее, было много хорошего, и вот чтобы 17-й год у нас случился, как, знаете, перед рассветом всегда бывает закат, и вот чтобы 17-й год был рассветом, рассветом какого-то нового отрезка времени, очень благополучного и хорошего и для нашего города, и, естественно, для области, и для нашей страны. И все благополучия, прежде всего, в семьях, вот прежде всего в семьях, чтобы все были здоровы, благополучны. И, конечно же, ходили в театр, потому что, знаете, как бы не торопило нас время, сколько бы не было у нас суеты, но так вот прийти, погрузиться на 2-3 часа, балет, опера, драматический театр, думаю, и выходят люди совсем с другими лицами. Спасибо огромное, Анталья Юрьевна, что пришли. За поздравления тоже отдельное спасибо. Мы вам желаем, чтобы все и дальше было качественно, в том же духе, и побольше фестивалей, и премьер. С наступающим Новым годом! Со зрителем прощаюсь. До следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин